Добрый день, Владыка. Очередная наша встреча. Буквально накануне этой встречи в Слове побывал министр культуры Беларуси. Ну, знаю, что он был и в том числе и здесь, в Жировицах. На встрече с культработниками района он проинформировал о выделении министерством миллиона рублей на дальнейшую реконструкцию Жировицкого монастыря. Что планируется реконструировать Владыка в ближайшей перспективе? Ну и как с колокольной вопрос. В ближайшей перспективе планируется ремонт, реконструкция Успенского собора с элементами реставрации. Сейчас проводятся проектные работы. Ну, в первую очередь, конечно, нужно заменить стропильную систему полностью или частично, потому что есть подгнившие стропила, мы их укрепляли как могли, чтобы крышу не снесло. Вот на эти цели уделяются, поэтапно уделяются средства на ремонт Успенского собора. В отношении колокольни ведутся проектные работы. Ну, как быстро это будет построено, трудно сказать, потому что нужно еще искать и меценатов, спонсоров, благодетелей, которые могли бы профинансировать этот. И проектные работы, и само строительство. А иконостаса будет касаться реставрации или нет в соборе? В зависимости от каких средств будет выделяться. Средства на ремонт и реконструкцию собора нужны немалые, поэтому сейчас трудно сказать. Пока еще стоит вопрос о ремонте крыши. Ну да, любое здание все-таки начинается с крыши, особенно его ремонт и реставрация. Наша встреча, опять-таки, в канун и приближается Светлое Христово Воскресенье, главный христианский праздник. Как, Владыка, давайте, наверное, не лишний раз напомнить людям, как правильно подготовиться к этому празднику, как его провести. Ну и люди спрашивают, как вы отмечали этот праздник еще в былые времена, и как отмечаете его теперь. Столько много вопросов, наверное, все я сразу не отвечу. В первую очередь, конечно, нужно подготовиться, подготовить душу свою бессмертную, получить от Бога прощение грехов. Смысл Великого Поста в том, чтобы суметь за это время очистить свою душу от всей накипи, всей грязи, которая за год скопилась, такую генеральную уборку провести в душе, тому, что сам Бог свидетельствует, что ничто скверное, нечистое не войдет в Царство Небесное. Мы существа бессмертные. И наша задача на земле подготовиться к вечности, научиться жить правильно, чтобы быть с Богом, ангелами, добрыми людьми, а не с демонами и злодеями. Вот главная задача, конечно, Великого Поста — подготовить каждого христианина именно для встречи с Богом. Ну и сама Пасха напоминает нам, какой ценой Бог дал нам возможность получить прощение грехов. Ценой страданий самого Бога человека, причем лютых страданий. Также хотелось бы отметить, что до пришествия Христа на землю не только грешники, но даже правильные исходили вместо темно и мрачно. Они не были гиеной огненной, не так тяжело страдали, но никто до страданий, до скопительной жертвы Христовой не наследовал райские обители, из которых он был изгнан после грехопадения Адам, наш прародитель. Все человечество шло по справедливому определению Божию на страдания. Ну и вот как вы отмечали этот праздник? Ну вот мы старались готовиться, поститься, молиться, исповедоваться, причащаться, чтобы подготовить душу свою и тело свое к встрече с Господом. Конечно, сам праздник – это и радость, и утешение, утешение не только для души, но и для тела. Но самое главное, на что нужно обратить внимание, это вот очистить свою душу. Вот вопрос патриотизма мы уже не раз затрагивали в наших беседах, но поскольку это очень острая теперь проблема, вот телестрители задают опять подобный вопрос. Что такое патриотизм для христианина в наше время? Ну, не знаю, в наше, не в наше. Он всегда должен быть. Он может быть обостряется, это вопрос. Да, действительно, что обостряется он теперь. И мы более приставим на внимание для этой темы. Но для христианина, я уже говорил, невозможно быть достойным гражданином небесного Отечества, если не будешь достойным гражданином земного Отечества. То есть не наследуешь небесное Отечество. Это учит она с церковь, через своих святых. Поэтому для христианина это любовь к своему Отечеству, это просто так же реально, как дышать. Без этого нельзя и представить себе. Если даже и христианин совершает какой-то поступок против Отечества, это уже преступление, грех, за который он должен выстрадать временно, вечно. Это уже в зависимости от силы проступка. Ну, а чтобы быть патриотом, нужно быть христианином, то есть жить по заповедям Божьим, тогда будет все на своем месте. Женщина задает такой вопрос, наверное, трудно ответить на него однозначно. Как Вы считаете, какой процент от заработной платы желательно тратить на благотворительность и помощь церкви? Ну, значит, здесь зависит от усердия человека, от осознания, что Бог дал человеку, от любви к Богу, потому что церковь — это тело Христова. Христос — глава церкви. То есть, оказывая помощь части церкви, назовем видимой части, левоистовующей церкви, в ее служении Богу и людям, человек оказывает свою дань благодарности Богу. Ну, могу только привести пример, что законодательно в Ветхом Завете для избранного народа было правило — десятину от доходов человек отдавал, жертвовал на храм. Это было просто непреложным законом. Если он это не делал, он уже не считался христианином. Не христианином, а членом избранного общества израильского. Были случаи, что, допустим, прославляются как подвижники, святые, праведники, люди, которые вот, в частности вспоминают историю, семьи одной, то есть доход они делили на три части. Одну часть оставляли себе, одну раздавали нуждающимся, и одну часть отдавали на церковь. Ну вот, между этими, наверное, пределами и человек выбирает. Но нужно сказать, ведь Господь все учитывает. И мы знаем из Евангелия пример, когда одна бедная вдовица пожертвовала на храм две пятикопеечные монеты, и Господь сказал, что он больше всех пожертвовал, потому что все жертвовали от избытка славы на своей искудости, пожертвовал все свое пропитание. Какой-то, видимо, Господь дал ей дар, какую-то молитву услышал, вот она в благодарность. Осталась голодной на этот день, но пожертвовала на храм все, что имела на этот день. Я знаю людей, которые человек, который и свою пенсию практически всю жертвует, и пенсию мамы. Ну, то есть это, ну, это, понимаете, жертвы мы сеем. Сеем скудно, значит, скудно и пожнем. Сеем щедро, щедро пожнем. Но здесь должно быть произволение человека. Если человек делает какой-то ненависть, неприязнь, то он хочет не делать. Да. Постоянно телезрительница спрашивает, бывает человек на работе или в вашем окружении вам неприятен, совершая с вашей точки зрения нехорошие поступки, и вам хочется ему указать на это. Но вы себя сдерживаете и стараетесь относиться к нему доброжелательно. С христианской точки зрения это можно расценивать как лицемерие или дипломатию. Как лучше с вашей точки зрения поступать в такой ситуации? С христианской точки зрения в каждом человеке нужно видеть образ Божий. Наступит время, и каждый из нас с этим моментом столкнется, когда Бога-человек, Иисус Христос, каждому скажет, что ты сделал ближнему, то ты сделал мне. Христос принимает на свой счет наши дела в отношении ближних. Все мы по потомке Адама, все мы братья и сестры, как говорил один из подвижников по плоти, потому что у нас один прародитель, конечно, разные характери, разные устроения, одни нравятся, другие не нравятся, одни добрые, другие не очень добрые, злые, всякие люди встречаются на нашем пути, но мы вот это должны помнить, что мы сделали ближнему, то мы сделали Христу. Поэтому похвально, что человек не высказывает какие-то неактивные эмоции, не досаждает, ну и неправильно поступает, это, в первую очередь, наверное, с точки зрения человека, который задает вопрос, на самом деле, как это правильно, неправильно, мы не знаем, ну, по крайней мере, святые, преподобные поэсии, в частности, советуют мылить за ближнего, если мы не можем с такой, с добрым чувством, состраданием подсказать, чтобы человека не обидеть, но исправить, насколько человек нас, скажется, признает, уважает, мы не факторы здесь, а по крайней мере, молиться, мы можем за каждое, видишь, что человек неправильно делает, вздохни в нем, ко Господу, Господи, помоги ему исправиться, исправить свои недостатки, и это уже будет духовная милостыня. Опять-таки, постоянно телезрительница задает такой вопрос, существует любовь между родителями и детьми, между мужчиной и женщиной, как правильно любить человека, чтобы не заслонить любовь к Христу, какой должна быть любовь к людям? Вы знаете, ну, хотелось бы несколько моментов отметить в этом вопросе, что вот в русском языке любовь, она одним словом обозначается разные виды любви, к Богу, к родителям, детям, там, мужу, жене, там, и так далее, и так далее, и так далее. В греческом 22 термина. В белорусской мове так само есть два. Два. Ну, вот видите, то есть, действительно, разные виды любви бывают, вот, но, опять же, как учит нас церковь, что если будет Бог на первом месте, то все будет на своем месте. И заповедь Божия уже неоднократно и говорил, напоминал, что самая главная заповедь, вы люби Бога всем существом своим, всем сердцем, всем разумом, душею, волей, то есть, всем существом своим, а ближней, как самого себя. Вот как, какого правила мы должны придерживаться. если это нарушается, если любовь такая, бывает, особенно у родителей, и редко это случается, такая неправильная, болезненная, когда вот ребенок становится идолом, что все прихоти удовлетворяются, нет воспитания, и вырастает эгоист, который потом и сам мучается, и родители мучают. Вот это, к сожалению, такая. И так и будут его дети дальше. Да, это вот трагедия, поэтому, конечно, дай Бог мудрости, чтобы действительно у нас Бог был на первом месте, а остальное будет на своем месте. Вот такой вопрос. Владыка, как Вы считаете, что должно быть в душе после прощения? Обычно легкость, если человек от сердца простил ближнему, он испытывает, как будто камень свалился с души. Таков закон. Вот такой вопрос. Подскажите, совершают ли грех врачи, медсестры, санитарки, причастные к абортам? И нужно ли им каяться? Ведь, ну, не раскаяния, а в причастность к абортам входит их профессиональную обязанность, должностную обязанность. Они, так сказать, вынуждены, человек пришел, он не вынужден делать ту или иную операцию. Как? Ну, мы знаем, что аборт это один из самых страшных грехов. И, к сожалению, даже вот вот эта беда, в частности, в Беларуси, она, ну, не то, что она нет, но, по крайней мере, ту политику государства поддержки многодетной семьи, она умоляет. Это, с христианской точки зрения, это смертный грех, и он еще тяжел к тем, что, допустим, ну, это, конечно, нельзя так делать, но, если бы ребенок родился, его покрестили, убили, он бы пошел в Царство Небесное, а так, некрещеный не наследует Царствие Божие. И вот не только родители, но и врачи являются соучастниками этого преступления, уничтожения и нашего государства, и греха перед Богом, страшного греха. Ну, есть профессия не только врача, есть профессора и киллера, как вот ставить вопрос. Ну, вот моя профессия такая убивать. Это не оправдывает. И я не знаю, как в Беларуси, но в других странах есть такая возможность по религиозному убеждению отказываться от работы, назовем, или как. по-другому. альтернативную службу, например, вели воинскую, которая, так сказать, некоторая считает, что нельзя брать оружие в руки. Но здесь немножко, может, другое. А здесь вот я не могу утверждать, потому что не специалист в этой области. Это отец Петр Ткаченко, он занимается этой областью врач высшей категории, священник. Но, по крайней мере, разговоры велись, вошел этот закон, будет ли он на наших законах присутствовать. То есть, если христианин, он засознает, что это преступление, он отказывается письменно, что я не буду участвовать в совершении аборта. И государство не должно за это наказывать. Повторюсь, что у нас государство сейчас дает немыслимые льготы для многодетных семей. И вот эти аборты почти на нет свозят все огромные затраты, средства, если бы дети рождались, если бы эта практика была изжита, как в мусульманских странах, значит, мы пропадем как нация. Некоторые люди, переболевшие коронавирусом, становятся более раздражительными, вспыльчивыми, скандаленными. Как объясняют медики, при этом заболевание страдает в первую очередь центральная нервная система. Что делать? Как спасаться христианам и не только им, но и всем, кто перенес эту болезнь? Иисус Христос называется врачом и душ, и тел человеческих. Поэтому в первую очередь нужно к нему с молитвой обращаться, просить его помощи. Ну и самому человеку бороться с этим недугом, с этой болезнью, в первую очередь это болезнь души, раздражительность, потому что она ведет всяких, гневающихся напрасно на человека, он подлежит тяжкому наказанию по суду Божией. Даже слова Евангелия самого законодателя и суди наше Иисус Христа, что если назовешь дураком ближнее свое, ты повинен высшему суду. Синедрион раньше назывался, даже, 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 там пустой человек, вот, наверное, Синедрион рака, а дураком это общедия неогненная, то есть нужно опасаться этого состояния, но есть болезни, сердце болезни, давление, что мы делаем, ищем лекарства, так и здесь нужно искать лекарства валерьянку принимать, ну, разные болезни, это не советчик, не врач, но нужно, это не оправдывает нас, что вот мы заболели, мы можем сейчас всех ругать, пинать, и так далее, надо воздерживаться. Да. А как вы, Владыка и церковь относятся к прививкам от ковида? Ну, разные прививки, вот я сейчас слышал, что, допустим, не помню название, английская, европейская прививка, и она с такими большими побочными действиями, в частности, свертываемость крови увеличивается, и умирает люди, поэтому очень осторожно относятся и церковь, в частности, и такие духовные лидеры. Но вот к российской, как он называется, спутник ВИ, положительно, то есть, когда есть показания, такие необходимые, то... Ну, как говорил один специалист, что вакцина должна испытываться годами, но, поскольку это такая сложная ситуация, вакцинах, вакцинах, говорит, я в четвертой волне, поэтому думаю, что российской прививкой можно прививаться. Вот вопрос, мы буквально два вопроса назад, когда говорили о родителях, такой вопрос, почему Господь попускает детям болезни, иногда забирает их, если дети практически безгрешны? Ну, не раз мы этого вопроса касались, тем не менее, можно, я думаю, что напомнить? Ну, здесь, во-первых, христианство вочит, что человек бессмертен, но его предназначение не на земле вечно жить, а в вечности, и Господь, когда в прощальной беседе с учениками, говорит, я еду, что приготовить в обители, в обители его отца мое много, вечных обителей, человек на земле только готовится. Причины могут быть разные, но почему Господь детей забирает, что ребенок, он, как всеведущий Бог, не нарушающий свободу человека, но знающий наклонности человека, к чему его сердце склоняется, потому что в вечности человек не лишен свободной воли. Поэтому знаю, что вот этот личность, этот человечек, человек, он всю вечность будет с Богом добре жить, не пожелает зла, и его забирает, как готово, потому что на земле много, страданий нужно пережить. Особенно страшно, если дети обычно, как правило, невинные, чистые, подрастают, заражаются всякими стрессами, совершают разные грехи по преступлению и становятся преступниками не только перед земными законами, перед государством, народом, но и перед Богом. Лишаются возможности уже жить с Богом, должны жить с демонами и с бандитами, поэтому одна из причин, почему Господь забирает детей, видя их непорочность, видя, что они вечности не будут порядочными, им есть уже место подходящее, а на земле, если они останутся, они испортятся. Как обезопасить тебя от злых людей, способных нас в глаз, проклятия, порчу и так далее? Нужно ограждать себя святыней. Не помню, говорили мы, наверное, не один раз, человек, каждый христианин, чтобы защититься от влияния демонов, которые гораздо сильнее нас, которые ежесекундно желают нам зла и злых людей, он должен ограждаться святыней. Какой святыней? Крещенская вода освящается на крещении, все верующие разбирают на целый год эту великая святыня, великая геасма, вот, и каждый день натощак принимают после молитвы. Вот это один уровень защиты. Крестное знамение, как можно чаще нужно себя налагать, это оружие поражения дьявола и его слух, поэтому, когда они видят это оружие, они приходят трепетно. Вот. Исповедь, причастие, то есть нужно убирать гниль из своей души, чтобы там не завладились мошки, черви, всякие микробы, бактерии, зараза, то есть исповедь, причастие, посещение богослужений, молитва домашняя, вот, добрые дела. Вот эта святыня, она ограждает человеку от влияния злых людей и от демонов. Ну и, конечно, нужно знать, что если мы такой проступок в отношении ближнего совершаем, особенно тяжелый, то его проклятие будут иметь. Если мы не виноваты перед ближними, как бы ни проклинал кто нас, это проклятие возвращается к нему на голову. Это тоже непреложный закон. за которым нужно следить. Как принять заповедь о любви к врагам? Ну, эта заповедь, конечно, это уже высший пилотаж. Так, как и ребенок, рождаясь, не ест мясо, молоко материнское, так и здесь нужно стараться жить по заповедям Божьим, по Евангелию. И постепенно человек приобретает любовь сначала нормальную к самому себе, потом ближнему к Богу, а потом уже к врагам. Ну, и мы должны подражать Христу, нашему предводителю, нашему Отцу Небесному, а он на кресте в страшных муках оплеванный, мечеванный, молился за тех, кто его распинал, кто ему страшные страдания принес. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. То есть не осудил их, а нашел повод просить им помилования, потому что они не знали, что делали. Они не знали, что ну, так премудрость Божия сокрыла, считали, что-то обычный человек, и даже многие считали, что-то обманщик, уже пророк, вот, такие ему страдания приносили, доставляли, и он молился за своих распинателей. Ну, и тоже неважный факт, что когда мы читаем молитву Отче наш, есть такие слова, и оставить, то есть прости нам долги наши, грехи наши, как и мы прощаем должником нашим. непреложный закон. Мы не прощаем, и нам нет прощения. Нужно себя понуждать, по крайней мере, для начала стараться не делать зло нашим досадителям, тем, кто делает нам неприятно, больно, ну, и стараться молиться за них, молиться, ну, и потом еще нужно важно помнить, что зло, злоба, которая у нас поселяется кому-то, она разъедает в первую очередь нас самих. Почему Господь так и заповедует строго, любите врагов ваших, личных врагов, тому, чтобы злоба не разъела наше сердце, наше душу, наше тело, чтобы не стали и телом больными, не сократили себе жизни, не сделали ад уже на земле в своей душе. И закончим нашу беседу с таким вопросом. Если юбилей у человека совпадает с Великим постом, как быть, как его отметить? Сходить на исповедь, причастие, перед этим подготовиться, как народ говорит, поговеть, сугубый пост, молитвы, чтение духовной литературы, ну, а уже после Пасхи можно кругу близких, знакомых скромно отметить, но не так, чтобы голова болела, и плохо было. Ну что ж, будем готовиться к главному празднику, чтобы встретить его, так сказать, достойно. Да, и чтобы он для нас был спасительным. субтитры создавал DimaTorzok, 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 Продолжение следует...